Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка под компанией Тикмироса, и я Артур Кридиатурин. Президент Трамп, выступая на фармах Дарус, заявил вчера, что первая фаза сделки, заключенная с Китаем, это лучшая сделка, которая когда-либо была заключена, все в стиле Трампа, поэтому неудивительно, что от него поступают такие высказывания. Однако, за контраргументами к такой хвалебной ценке далеко ходить не надо. Китай уже несколько раз заявлял, что увеличение импорта из США будет происходить на различных условиях. Во втором, глава департамента внешней торговли Китая еще раз повторил, что расширение импорта будет происходить на основе свободного рынка, на основе правил ВТО, и не будет вытеснять импорт из других стран торговых партнеров. Если повторение этой мантры продолжится, то либо у Китая есть очень специфичное определение рыночных условий, которые доводятся до нужного состояния ослабления на тарифах и на субсидиях, либо сделка, в первую очередь, по части сельхозтоваров, обречена на провал. Так как американская сельхозпродукция сейчас проигрывает в конкуренции, ценовой конкуренции, а ожидание восстановления ослабевшего внутреннего спроса Китая, особенно на соевый губль, не предвидится в 2020 году. О том, что США проигрывает конкурс Аргентины и Бразилии по части соевых губов, говорит следующее любопытное наблюдение. Когда Китай вернулся на рынок, вернул на рынок часть соевых губов из США, это произошло в сентябре прошлого года, когда Китай выпустил так называемое освобождение от тарифов на части импорта соевых губов из США, цена на американские товары начала постепенно расти, она как бы сравнялась с ценой на бразильские соевые губы. Однако, если мы будем говорить о конечнице, то есть о цене на соевые губы в китайских портах, то сейчас на американские губы существует время примерно в 10 долларов. Я напомню, что импорт сельхозпродукции в 2020 году нужно довести до 40 миллиардов долларов, это также значительное увеличение импорта из соевых губов. А Китай уже обеспечил половину своих годовых нужд в соевых губах за счет контрактов с Бразилией. Урожай бразильский хлынет на китайский рынок уже в феврале. Кроме того, ожидается, что спрос Китая на соевых губы снизится за счет потери почти половины свиного поголовья из-за разразившейся элихарадки, поэтому совершенно не ясно, как рыночные условия, как закупки на рыночных условиях своих губов могут сочетаться, могут сосуществовать вместе с этими факторами, с той ситуацией, которую я перечислил. По кракосрочной перспективе, американцы, которые могут как-то естественно улучшить свое положение, за счет выполнения сделки на начальном этапе. Но если продукция будет лежать в китайских амбарах, если свободные рыночные условия, они как бы доведут выполнение сделки до такого состояния, то, естественно, такую равновесие окажется неустойчивым. Выполнение условий сделки может также поставить под угрозу торгового партнера Китая с рядом с других стран, импорт в форуме, в швене, в швене, в швене, в швене, навредит Австралии и Вьетдаму морской продукции, Канаде и Россию, армянные носители Австралии, Катару и Индомезии. Я уже упоминал в своих предыдущих обзорах, что увеличение экспорта США готовой продукции, из-за этого недочитают заказы японские и европейские производители, что нужно учитывать среднесрочные знаминки. А из Еды нужно учитывать среднесрочные знаминки евро. Стоит заметить, что 28% экспорта из США в Китай не покрывается условием торговой сделки, и с легальной точки зрения у Китая образуется такая возможность перебросить неоговоренный импорт из США на других торговых партнеров, то есть те производители, которые как раз-таки заняты в производстве неоговоренного экспорта из США в Китай, они как раз-таки могут пострадать за счет маневра со стороны Китая. Но делать этот результат, конечно, можно будет немного позже только. А пока ждем данных, обновленных данных департаментов сельцев хозяйства США, в частности по Северному БАМ. Тогда уже можно будет говорить о том, действительно ли Китай придерживается своего обязательства выполнять условия сделки, при этом выполняет это на рыночных условиях, либо все-таки он, подразумевая под рыночными условиями, что-то другое. Я рискую предположить, что, скорее всего, вмешаются в государственные компании, то есть закупки преимущественно будут попадаться с их стороны. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в пятницу.